ВЕКТОР КОМФОРТА Вся информация в одной букве. Что за указатели появляются на фасадах многоквартирных домов? Право на жизнь. Какую альтернативу отстрелу бездомных животных предлагают в Новочебоксарске? Время тазиков и кастрюлек. Когда какие районы города останутся без горячей воды? Рядом с адресом на многоквартирных домах стали появляться таблички с той или иной буквой. Вот в данном случае А. О том, что они означают и для чего устанавливаются прямо сейчас. В глянцевой табличке 30 на 30 сантиметров рядом с названием улицы и номером дома. Сейчас такие можно встретить в основном на фасадах новостроек. Это так называемые указатели класса энергоэффективности дома. В зависимости от того, какая латинская буква на табличке, от А до Е, жители могут судить, насколько данный дом современный, экономичный и сколько тепловой энергии на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение экономят жильцы благодаря современным технологиям. Базовый уровень потребления тепловой энергии обозначается буквой С. Если потребление тепловой энергии ниже базового уровня на 20%, то дому присваивается высокий класс энергопотребления B. На 20-30% класс B+. Литеры B++ будут обозначаться дома, расход тепла в которых ниже среднего более чем на 30%. Класс А присвоен новостройкам, полностью соответствующим всем требованиям по уровням энергосбережения. Старые дома на обогрев и вентиляцию одного квадратного метра, которых расходуется больше всего тепловой энергии, обозначаются классами D пониженный, либо Е низший. Класс энергоэффективности многоквартирных домов – это практически то же самое, что класс энергоэффективности бытовой техники. Ну сейчас вот когда бытовую технику покупаете, там есть А, А+, А3+, там те же стиральные машины, холодильники, везде эти обозначения есть. Точно такие же требования к многоквартирным домам. Те дома, которые у нас вводятся в эксплуатацию, новые дома, обязательно должны на своем фасаде содержать вот эту табличку с указанием класса энергоэффективности. У нас все многоквартирные дома, которые вводятся в эксплуатацию, как минимум класс энергоэффективности С. На энергоэффективность влияют конструктивные особенности здания, материалы стены и многое другое. На фасады указатели энергоэффективности выведены именно для жителей. Этот параметр напрямую влияет на сумму в квитанциях на оплату услуг ЖКХ и, соответственно, на выбор дома при покупке квартиры. В Национальной библиотеке состоялась встреча с населением. На вопросы по теме ЖКХ и капремонта были готовы ответить заместитель министра строительства Чувашии Максим Иванов и руководитель госжилинспекции Республики Виктор Кочетков. Несмотря на это, аншлага не состоялась, а зря. Люди могли лично задать вопросы прямо на месте разобраться с проблемой. Вот одна из них. Улица Ленинградская, 27. Этот дом построили в 1960 году. Иными словами, самое время для капитального ремонта. Изначально дом попал в краткосрочный план на 2015 год. Однако в конечном итоге ремонт в нем так и не сделали. Дело в том, что практически весь первый этаж дома занимают нежилые помещения, хозяева которых не спешат платить по статье «капитальный ремонт». С такой проблемой обратился к заместителю министра строительства Чувашии председатель совета дома. Общая площадь нежилых помещений 1174 квадратных метра. При общей площади дома 5430. Легко посчитать, это 22% неплатежей. 258-м постановлением, которое вышло в прошлом году, в июле, поставлена планка, значит, включать дома в программу, краткосрочные планы, вернее, муниципальные, у которых, значит, сборы не ниже 80%. Представьте себе, вот при таком положении, 22% неплатежей, у нас никакой возможности попасть в нет. То, что собственники нежилых помещений платить за капитальный ремонт обязаны, разъяснялось неоднократно. Тем, у кого еще есть сомнения в помощь жилищный кодекс. В соответствии с частью 1 статьи 169 жилищного кодекса, обязанности ежемесячной уплаты взносов на капремонт общего имущества многоквартирных домов возложено на собственников жилых и нежилых помещений такого дома. То есть, если на первом этаже дома есть магазин, банк, парикмахерская, офис, то собственники и этих помещений также обязаны платить за капремонт общего имущества. Я лично предпринял все, обошел из 7-6 руководителей нежилых помещений, убедил их, они заплатили, вот последний платеж в марте прошел, да, значит, у нас коэффициент поднялся. 80% мы не достигли, 68%. Почему? Потому что седьмой остался магазин золота, у которого площадь 717 квадратных метров, это 13% неплатежей. Хозяин находится в Санкт-Петербурге, у меня, у пенсионера, денег таких нет, чтобы его достать. Писал региональному оператору, значит, до сих пор санкций не, что нам делать? На самом деле, с нежилым помещением есть там стоимости определенные, да, в том числе и по собираемости. Давайте сделаем так, чтобы нам конструктивно там работать. Вы мне полную информацию дадите по этому нежилому помещению, которое отказывается платить, фонд капитальный ребенок претензию выставит. Следующий запрос по процентам собираемости взносов на капремонт Виктор Михайлович сделает примерно через месяц. А мы будем следить за ситуацией. Бродячие животные. По отношению к ним люди, как правило, делятся на две группы. Это зоозащитники и те, кто за использование радикальных мер, чтобы очистить улицы города от бездомных собак и кошек. Между тем, существует метод, который позволяет сократить их численность, не прибегая к отстрелу. Его в ближайшее время планируют использовать в Новочебоксарске. Проект накануне представили в администрации города. Отчего собака бывает кусачей, все знают. Хотя бы из известной песни. А вот почему люди нередко ведут себя не по-человечески, объяснить не так просто. С бродящими животными в большинстве российских регионов борются так. Их отстреливают с использованием так называемого аделина и его аналогов. Это препараты, которые обрекают животное на медленную и мучительную смерть от удушья. Чувашия пока, увы, не исключение. Те организации, которые выигрывают подряды, они просто убивают животных и все. Никто не считал, сколько убито. Написали на бумаге, что на самом деле было столько собак, выделили бюджет, деньги взяли. Никто собак не пересчитывал. Никто. Я даже звонил в госветслужбу, понимаете, они не могут рассказать, как все это происходит. Потому что никто никаких актов не составлял. Суммы, выделенные из бюджета, каждый год увеличиваются. Животных меньше не становится. Люди недовольные есть. Количество случаев бешенства, по данным госветслужбы Чувашии, с 2014 на 2015 год, это официальный ответ по моему запросу, в пять раз возросло количество случаев бешенства в Чувашской республике среди животных. Понимаете? Тогда мы сразу четко видим, что та методика, которая существует на сегодняшний день, она абсолютно бессмысленная. Никак она не работает. Сейчас в Новочебоксарске разрабатывают проект, согласно которому регулировать численность животных в городе будут методом, который превосходит отстрел по всем показателям. Гуманность, эффективность, экономичность. Животных будут отлавливать, например, те же организации, что делают это сейчас. Доставлять в пункт передержки, там их будут стерилизовать, вакцинировать, выживлять специальные бирки, а потом либо пристраивать, либо выпускать на волю. Стерилизация помогает держать количество безнадзорных животных на одном уровне. То есть не будет приплода, ненужного приплода безнадзорных животных. Не будет расти численность, соответственно, не придется увеличивать расходы. Вложиться придется на начальном этапе для строительства центра передержки. Волонтеры планируют сделать это на пожертвования горожан и меценатов. Подобный метод уже успешно реализуется в Санкт-Петербурге и Нижнем Новгороде. Если проект утвердит собрание депутатов города Спутника, к ним присоединится и Новочебоксарск. Впереди лето, и это пора не только комаров да мух, как писал Александр Сергеевич. Для жителей городов это еще и период отключения горячей воды. Жителям каких районов Чебоксары-Новочебоксарской когда придется обходиться без этого? Благо цивилизации? Далее. Первые отключения горячей воды начинаются уже в мае. В это время проводят так называемую опрессовку. Испытание на прочность и герметичность трубопровода. Потребители в Чебоксарах, которые получают горячую воду от ТЭЦ-2, это центр и Новоюжный район, без горячей воды останутся с 4 по 6 мая. В Новочебоксарске с 11 по 13 мая. Что касается других районов столицы Чуваши, которые обслуживаются котельными, то в северо-западном горячую воду отключат с 10 по 13 мая, а в юго-западном с 10 по 12 мая. Летом отключение продолжится, и здесь разным районам повезло по-разному. В летнее время в связи с необходимостью выполнения текущих ремонтов горячее водоснабжение будет временно отключаться. Срок отключения не более 10 дней. Отключение будет незначительными, небольшими участками, поэтому процентов 70-80 жителей города, населения города Чебоксары, будет оставаться с режимом горячего водоснабжения. Если брать за пример Новоюжный район, значит, отключение будет, допустим, идти вдоль улицы трактора строителей. Это у нас, получается, 12-й, 13-й, 11-й микрорайоны. Остальные микрорайоны в это время остаются с горячим водоснабжением. В случае отключения другого участка, допустим, по улице Хузангая, это 3-й, 4-й, 5-й микрорайоны, все остальные микрорайоны также остаются с горячим водоснабжением. У котельных особенно небольших возможностей перекрывать воду мелкими участками, увы, нет. Московский район, это северо-западный район, будет отключен от 5 до 14 июля, от района котельной. Потом от котельной производственного объединения имени Чапаева будет отключено для проведения ремонтных работ с 29 июня по 17 июля. Там ремонтная работа будет продолжаться не более двух недель. И другие мелкие котельные, они тоже, согласно графику, но так, разброс не более двух недель. Информацию об отключениях можно будет найти на сайтах городских администраций. Средняя стоимость квадратного метра жилья в Чувашии в 2016 году перевалила за 31 тысячу рублей. Средняя зарплата едва дотягивает до 20. Это значит, что большинство жителей республики не купит жилье без ипотеки. Предложений по ипотечным кредитам на рынке огромное количество. О том, как не потеряться в них, прямо сейчас. Итак, вы решили купить жилье. Первое, что советуют сделать специалисты, изучить жилищные программы и проверить, возможно, вы относитесь к той или иной категории граждан, кому положены льготы. Как правило, помочь с этим могут в банках и организациях, куда вы обратитесь за кредитом. Ипотечная корпорация Чувашской республики продолжает, как обычно, радовать рынок низкими процентными ставками. То есть сейчас мы активно реализуем программу господдержки в наших офисах, в наших офисах, то есть путем выдачи льготных ипотечных займов. Минимальная процентная ставка в рамках этих займов 11,5% для определенных категорий граждан. Она декларируется для каких категорий? Это семьи, которые воспитывают трех и более несовершеннолетних детей. Эта же ставка применяется в том случае, если вы приобретаете квартиру в рамках программы «Жилье для российской семьи», либо если вы работаете на предприятиях оборонно-промышленных комплексов, таких как, к примеру, завод имени Чапаева или Лара. Пониженная ставка достигается за счет того, что мы являемся государственной компанией. Мы были созданы в 2002 году правительством Чувашской республики именно для того, чтобы регулировать и поддерживать рынок. Господдержку банки и кредитные организации могут осуществлять не только через пониженные процентные ставки. И сейчас мы готовы порадовать семьи, которые являются держателем материнского капитала. То есть сейчас эти семьи имеют возможность приобрести жилье с использованием ипотечного кредита без каких-либо дополнительных накоплений. То есть в качестве первоначального взноса будет использован только материнский капитал. Это, наверное, обрадует те семьи, у которых вообще нет никаких накоплений, а переехать нужно, к примеру, разъехаться, да, либо те семьи, которые хотят накопление иметь, но хотят эти накопления использовать в качестве, допустим, ремонта. Материнского капитала, все верно, будет достаточно в том случае, если он составляет хотя бы 20% от стоимости квартиры. Если данные предложения ипотечной линейки компании вам не подойдут, специалисты предложат вам варианты банков-партнеров, которые считают наиболее удачными. Иными словами, клиент получит информацию о всех ипотечных продуктах или новинках, которые сейчас есть на ипотечном рынке. Это была программа «Вектор комфорта». До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова